Добрый вечер! 11 января, 684 день аннексии Крыма. Вы смотрите Заман. В Судахском регионе снова осквернили старинную мечеть в селе Айсирес. На стены храма неизвестные нанесли непристойные надписи. Утром их обнаружили ремонтники, которые сейчас реконструируют здание. Председатель судахского регионального межлиса Эльвира Метов вызвал на место происшествия российскую полицию. Ведутся оперативные действия. Ведутся оперативные действия. Я считаю, что органы власти справляются на хорошо, не на отлично, на хорошо справляются с поставленными руководителем государства задачами. А с вводом второй очереди энергомоста мы 400 мегаватт дополнительно получим. То есть покроем ровно тот дефицит, который нам не хватает в связи с терактом на территории Украины, который состоялся. Но они-то фантазируют, что и Крым тоже украинский. Поэтому зачем мы будем обращать внимание на то, что они расходят на условиях Украины. Условия неприемлемые. С мошенниками какие можно вести переговоры, если у них какие-то фантазии свои в голове до сих пор бродят. И все им кажется, что Крым куда-то вернется назад. Или там будут какие-то последствия для людей, которые принимали участие в референдумах. Все, ложь, чушь. Крым уже является субъектом Российской Федерации. Уже вернулся. Это навсегда. И пусть все эти паразиты, которые эту тему эксплуатируют, пусть забудут вообще о том, что Крым когда-нибудь может изменить в данном случае свой статус. Все, это уже на всю жизнь. Полгода без света и газа. В такой ситуации оказались пять семей в Севастополе. Этим летом они заехали в дом, который должны были сдать в 2013 году. Электричество и газ не подключены до сих пор. Жители жалуются, что не могут нормально питаться и следить за гигиеной. Однако в подключении им отказали. Сейчас у нас ситуация просто, ну скажем, критическая. 20-го числа морозы. Застройщик нам не хочет подключать даже по временной схеме электричества. Все подведено. По дому разведено. Но газ уже проведен. Осталось только поставить счетчики и автоматы. И запитать котлы. Но застройщика не интересует запитывать отдельные квартиры. Он желает когда-нибудь запитать весь дом. Когда это будет, в каком году, неизвестно. А у нас на носу морозы. И мы тут, естественно, трубы у нас перемерзнут. Мы останемся ни с чем. В квартирах будет минус. Сейчас вот были морозы. Вот у меня на кухне было плюс три. Ну и как жить в такой обстановке, я, честно говоря, не знаю. Снимать квартиру, я пенсионер, у меня нет возможности. Здесь реально живет пять семей. Многие уже сделали ремонт и просто съехали. Потому что жить невозможно. Звук тяжелого металлического рока мешает жить. Крымский видеоблогер Алексей Владимирович опубликовал видео, в котором он демонстрирует работу генераторных установок, обеспечивающих район Ялты электроэнергией. Я сейчас открою окно. Для того, чтобы вы слышали, при каком звуке живут теперь у нас люди. Вот мы уже приближаемся. Напомню, мы сейчас находимся в обычном жилом районе Ялты, спальный район. Вокруг жилые дома. И здесь находится у нас прямо какая-то взлетная полоса. Ставится в непосредственной близости от жилого дома, в котором живут люди. И люди, которые здесь живут, вынуждены постоянно это слушать. Тема непостроенного Керченского моста снова появилась в речах крымских политиков. Сергей Аксенов обещает, что строить мост будут крымские специалисты. Местными должны быть и стройматериалы. О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил 19 марта 2014, сразу после аннексии Крыма. Крым как субъект Российской Федерации, сегодня сухопутной границы как таковой-то не имеет. То есть там остров сегодня для Российской Федерации, так же как Сахалин. Со строительством моста мы уже будем полноценным субъектом полуостровом опять. На строительстве моста задействованы с керченской стороны строители и специалисты, которые проживают на территории Крыма, керченские специалисты в первую очередь. Все материалы, которые могут быть использованы и добываются на полуострове, точно так же будут применяться представители светового моста. Такое создание... За экономический толчок? Конечно, по-любому, так или иначе. Все, что возможно, будет закупаться на территории Республики Крым. И такая договоренность с подрядчиками и с Министерством транспорта достигнута. Во время аннексии Крыма никто не погиб, заявил Владимир Путин в интервью немецкому изданию Билд. Сказал, что не воевали, никого не оккупировали, нигде не стреляли, и никто не погиб в результате событий в Крыму. Мы не воевали, не оккупировали никого, нигде не стреляли. Ни один человек не погиб в результате событий в Крыму. Ни один. Мы использовали вооруженные силы только для того, чтобы издержать находившиеся там 20 с лишним военнослужащих Украины от вмешательства в свободное уволе и заявление людей, которые там проживали. Однако факты говорят о другом. 15 марта прошлого года в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района нашли труп крымского татарина Решата Аметова со следами пыток. 18 марта в Симферополе российские военные застрелили украинского прапорщика Сергея Кокурина. 6 апреля в поселке Новофедоровка в офицерском общежитии двумя выстрелами был убит украинский майор Станислав Карачевский. Убийца офицер морпех Черноморского флота России, младший сержант Зайцев. Кроме того, в период аннексии пропали без вести несколько проукраинских и десятки крымско-татарских активистов, судьба которых до сих пор неизвестна. Украине нужно перезагрузить формат возвращения Крыма. Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, России уже трудно удерживать полуостров, и именно этим может воспользоваться нынешняя власть. Предоставить Крыму широкую автономию на составе Украины предлагает Леонид Кравчук. Даже если на материке будут лучшие условия жизни, Крым не попросится обратно в состав страны, уверен первый президент Украины. Есть пример в мире. Гонкорг. Поведенный Тироль. Когда территория Крыма имеет широкую государственную автономию, но входит в состав Украинской державы. Политика должна быть превзавантажена. В чем план? В чем проблема? Берем Крым. Что мы слышим от влады? Если мы будем жить лучше в Украине, то Крым сам захочет прийти назад к нам. Это иллюзия. Что имел в виду Леонид Кравчук, когда говорил о государственной автономии будущего Крыма, политологу Андрею Клименко непонятно. Он согласен с ним, что крымская автономия не может быть такой, какой была до оккупации. Должно быть воссоздание уже сейчас национально-территориальной автономии крымско-татарского народа. Все вопросы, значит, они 100% будут касаться, а как же это так, это вот автономия крымских татар, значит, подразумевая, что это будет ущемлять права других людей. Я бы здесь хотел сказать совершенно четко, и я знаю, что точно так же думают лидеры крымско-татарского народа, что не идет при этом речи об ущемлении демократических прав и свобод граждан другого происхождения этнического. Кравчук – мудрый человек, говорят в Меджлисе, он прав в том, что Украина должна пересмотреть подход возвращения Крыма. Россия, Крым придется возвращать, никуда она не денется. Но в то же время нужны очень сильные аргументы, какой должен быть статус Крыма после его возвращения. И вот Кравчук попытался поразмыслить над одним из вариантов. Я думаю, что тут главное направление им определено правильно. Надо рассматривать с позиции права коренного народа на самоопределение. И уже обсуждая это безусловное право, мы можем выйти на форму уже вот той республики, которая будет на территории Крыма. Когда Крым будет автономным в перезагруженном формате, точно говорить никто не берется. Однако то, что для агрессора этот год будет экономическим временем, в Мечлисе уверены. Правительство Украины пренебрегает жителями Крыма. Об этом заявили представители правозащитных организаций. Слава руководителя Крымской правозащитной группы Ольги Скрипник, в прошлом году депутаты так и не отменили закон о свободной экономической зоне Крыма. Жители полуострова не получили статус резидентов. А постановление Кабинета министров об ограничении поставок товаров в аннексированный полуостров является дискриминацией крымчан и поводом для коррупции на пропускных пунктах. Более того, оно вообще противоречит как институции Украины гражданскому кодексу и даже противоречит тому самому закону о свободной экономической зоне, против которого мы уже выступаем второй год. В каком смысле? В смысле того, что данное постановление должно исключительно регулировать экономические отношения. А вместо этого данное постановление намерен ограничить гражданские, имущественные и иные права обычных людей. И это абсолютно не связано с экономическими отношениями. Джонглювание поняттями, маніпулювание окремыми положениями законодательства это все мы могли бачить на протяжении этого года. И это стало обычной практикой государственных органов. Национальный банк Украины ввел в таке поняття, как субъект Крима. И что это означает для крымчан? Для крымчан это означает, что они были избавлены возможности пользоваться послугами украинских банков. Потому что Национальный банк приревнял их до нерезидентов. Нет российским товарам в Украине. С 10 января вступило в силу постановление Кабинета министров Украины, запрещающее ввоз в страну российских товаров. Запрет будет действовать до 5 августа 2016 года. Или до отмены запрета ввоза на территорию Российской Федерации товаров сельскохозяйственного назначения, продукции и сырья из Украины, который вступил в силу 1 января. Россия не только ввела против Украины те же санкции, что и против ЕС, но и запретила транзит по своей территории украинских грузов. Торговая война между Киевом и Москвой усилилась из-за того, что с этого года Украина вступила в зону свободной торговли с Евросоюзом. Евросоюз рассмотрит вопрос о безвизовом режиме с Украиной весной или летом. Об этом в интервью пятому каналу заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль. По ее словам, МИД после новогодних праздников будет вести с европейскими коллегами очень интенсивный диалог по вопросу предоставления Украине безвизового режима. А сроки полной евроинтеграции Украины зависят только от скорости выполнения требований Еврокомиссии. Убезопасить выполнение этих обязанностей, которые мы взяли на себя, принять соответствующие законы, дать информацию, которая принята в бюджете по финансированию антикоррупционных институций. И я думаю, что мы будем это делать сразу после Нового года. То есть у нас сейчас будет очень интенсивный диалог. И от того, как быстро мы сможем переконать министров юстиции и внутренних справ, краян-членов Европейского Союза, что мы все выкнули, и что мы продолжаем удосконаливаться, и этот процесс является независимым, зависит от того, когда будет рада рассмотреть это вопрос. В березне или в червне. Противник продолжил совершать оружие провокации против украинских воинов в бюля тимчасово окупованого Донецка. Зокрема, зафіксовані обстріли зі стрілецькою зброєю наших позицій в районі Опитного та Південніше Авдіївки. Обстріл бійців сил АТО відбувся й біля Старогнатів, хищено Маріупольскому напрямку. Там противник використовував також стрілецьку зброю. Знову ж неподалік Маріуполя, вже пізно ввечері бойовики відкривали вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по наших опорних пунктах у Широкінному. З метою придушення вогневих точок противника, українські захисники змушені були відкрити вогонь у відповідь зі стрілецької зброї. Найскладніша ситуація залишається на північних околицях Горлівки та на Світлодарському плацдармі. В бік наших позицій в районі Зайцевого, Майорська та Ленінського бандити відкривали вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів. Біля Луганського, окрім кулеметів, ворог застосував ще й автоматичні станкові гранатомети. По бійцях сил АТО, які несуть службу біля Троїцького, це на межі Донецької та Луганської областей, кремлівські найманці здійснили декілька пострілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння танку. Уволили за сепаратизм. Преподаватель прикладної математики Валерій Подячий, осуждений за сепаратизм, був уволений з Кримського федерального університету за получену судимості. По його словам, рішення Українського суда, вонесене до 18 марта 2014 року, сохранило силу согласно российским законам. Таким образом, для пророссийской власти он все равно остался сепаратистом. Свої пророссийські настроения Подячий стал проявляти ще в 2007 году, создав движение «Народний фронт Севастополь-Крым-Россія». Кроме митингов, участники движения пытались в судебном порядке присоединить Крым к России. Украинская власть не обращала внимания на активистов до 2011-го, до призыва к государственным структурам Крыма вывесить российские флаги. Тогда сепаратистами заинтересовалась служба безопасности Украины, а суд приговорил их к трем годам лишения свободы. В Крыму ожидают Пьера Ришара. Судя по афишам, развешанным по всему полуострову, 10-го и 11-го февраля известный французский актер сыграет моноспектакль «Пьер Ричард III». В агентстве, организующем гастроли, говорят, что в Крым Ришар приедет после гастролей в Москве. На официальном сайте самого актера о спектаклях в Крыму информации нет. МИД Украины неоднократно призывала иностранных граждан уважать суверенитет и территориальную целостность страны, соблюдать установленный порядок въезда и выезда современно оккупированной территории Украины. В Крыму разрушился водопад «Серебряные струи». Обвалился так называемый «козырек». Причиной стали природные факторы – мороз и действие проточной воды, которая постепенно разрушает известковые породы. В 60-х годах козырек уже укрепляли. Водопад – одна из главных достопримечательностей Крыма, которая находится в Бахчисарайском районе в 4-х километрах от села Соколиное в ущелье «Малый каньон». На этом пока все. Хорошего вечера. Будьте с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok